Поручни на этой лестнице не было, на нее практически невозможно было забраться. Школы, больницы, торговые центры. Чтобы люди с ограниченными возможностями смогли без проблем попасть в эти места, необходимо специальное оборудование. Это пандусы с поручнями, электроподъемники или элементарные кнопки вызова. Но не все организации готовы предоставить такие условия. Ни одного офиса доступного, то есть если возникают какие-то проблемы с платежами или еще что-то такое, попасть туда собственнику вообще невозможно на коляске. И это очень огорчает, потому что они разговаривают только с собственниками. И как вести разговор, то есть это вообще нереально. Мы говорим о малом и среднем бизнесе, но в нашем федеральном законодательстве прописано о том, что это ответственность собственника создавать условия доступности на своих объектах. И создавать доступные услуги для разных категорий населения. Поэтому мы свою помощь и роль видим в том, чтобы оказать содействие таким организациям и дать им рекомендации, как правильно это сделать. На круглом столе просветили и бизнесменов. Средняя цена пандуса – 15 тысяч рублей. Это самый экономный вариант. За последние 12 лет установили свыше сотни вспомогательных технических средств. На первом месте – школы и детские сады. На втором – социально-реабилитационные центры. Но вопрос доступа для маломобильных граждан все еще остается открытым. Только сев в коляску, действительно понимаешь, насколько инвалидам трудно передвигаться. Забраться на пандус – целая проблема. Скатываешься назад. Поэтому на помощь приходят поручни. С помощью них забраться наверх уже гораздо легче. С 1 января следующего года контроль за обеспечением доступности для инвалидов ужесточится. Следить за соблюдением закона будет не только профильное министерство, но и Росмеднадзор и Рособорнадзор. Всех нарушителей ждут штрафы. Даниил Лучко, Григорий Плешаков. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова